МОТОСИ Всем привет! Сегодня мы смотрим такой вот телефончик МОТОСИ Как известно мой канал вообще называется МГПЛЕЙ, что в принципе в истоках канала стояло как мобайл гейминг. Потом в принципе у меня поменялись интересы, поменялись предпочтения и канал стал больше посвящен компьютерным играм, компьютерным сборкам, а телефончики отошли на второй план. Но сегодня мы эту проблему исправим Такой смартфончик стоит 1200 гривен Приобретала его в магазине Розетка. В принципе в смартфон распечатывали при мне. Это не БУ Взял в белом цвете В бренд МОТОРОЛА сейчас принадлежит компании ЛЕНОВА. Каких-то проблем с этим связанных я не вижу. В принципе ЛЕНОВА в конце, скажем, своей деятельности по продаже телефонов по собственным брендам вполне достигла высоких продаж, высоких результатов. Они достаточно высоко котировались и, в общем-то, до сих пор продаются на вторичных рынках. Их не планшеты продаются еще в магазинах. Ну, учитывая, что планшеты сейчас вообще не самый популярный девайс, но тем не менее бренд ЛЕНОВА в принципе на территории СНГ достаточно уважают и любят. А МОТОРОЛА это вообще, в принципе, один из самых таких старых и известных брендов. Такой телефончик, в принципе, достаточно приятный. И даже конкурирует с Нокией. Старый, добрый. Скажем, сделали бренд снова великим. Смартфон обошелся 1200 гривен. Это 40 долларов. Казалось бы, зачем делать обзор на смартфон, который, в общем-то, не самые выдающиеся у него характеристики. Здесь МТК 6580. Но прикол в том, что, ребята, смартфон за 40 долларов, смартфон за 40 долларов, блин, это что-то за гранью. Да, здесь не самый лучший экран, здесь не самые лучшие углы обзора. Но, блин, из 40 долларов даже, ну, это цена просто, которая поражает. 1200 гривен. Ну, 1200 гривен, чтобы вы понимали. Сейчас смартфонов практически нету. Вот в Украине. В России, конечно, этот аппарат, смотрится, стоит чуть-чуть подороже. Там около 4000 рублей. Хотя за 3800 можно найти. Ну, подумайте, что за 3-3,5 тысячи рублей можно найти на Алиэкспрессе. Так, подключил я Wi-Fi, как бы всё работает, тач. Работает, в принципе, тоже нормально. Но, скажем, таких каких-то больших чудес дождать не стоит. Здесь будет всего лишь два касания, как я понял. И глянем, в общем-то, как он крутит YouTube. Качество мы ставим 480 пи. Так, это видео с моего канала. Вот, 480 пи загрузилось. Динамик достаточно громкий. Мой гундос и голос слышно хорошо. Со старой вебки особенно. Но, при этом всём, как видим, и загрузка, собственно, видеопамяти более 3 ГБ. Итак, всем привет. Сегодня сборка на AMD Ryzen 5 2600 в исполнении АМ. Это поможет сэкономить немного денег. Как видим, в принципе, нормальный смартфон. Думаю, мой родственник останется доволен. Никаких, говорю, чудес нет. Но, при этом, всё, что есть, оно работает на грани того, чтобы это было комфортно. Но, при этом, цена в 1200 гривен, это 40 долларов. Она, в принципе, все эти неудобства перекрывает. За такие деньги рекомендую, как бы, брать. Ничего лучшего я не видел, особенно вот в Украине. Ну, что за 1000 гривен можно купить? Я зашёл ради интереса просто в магазинчик, который там БУ товары продаёт. А не за кнопочный телефон. Вот подумайте, БУ-телефон кнопочный. Это 400, 400, 450, 500 гривен. А здесь новый смартфон, как бы, в популярном магазине стоит 1200 гривен. Это не единственный магазин, который продаёт Мотоси, Моторолу эту. Есть магазин, который продаёт за 1300 гривен. Также магазин достаточно известный. В Украине на Hotline смотрите. На Яндекс.Маркете вы, собственно, можете его в своей стране посмотреть. Все зном они продаются. Продаются они в МВидео. Да, в ДНС, собственно, думаю, его тоже при большом желании найти можно. Модель, говорю, вполне удачная. Конечно, характеристики не самые лучшие для 2018 года. Ну, это вот смартфон сегодня на сегодня. Вот такую ситуацию представим. У человека, как бы, там, смартфон, например, утопил, потерял летом. Как бы, нужно пользоваться, особенно для студентов, школьников. Какие-нибудь прогалки смотреть, что-нибудь там в Инстаграмчик зайти. За 4000 рублей, там, за 3,5 покупать. А в Украине, говорю, 1200 гривен, 40 долларов. Вот, купили, как бы, пользуйтесь. И никаких, в общем-то, проблем нет. Появятся деньги, вы его всегда можете продать. Кнопки включения, громкость. Все это с правой стороны, говорю, вот в таком вот дизайне. Здесь вот Motorola. Камера, в принципе, выделена. Но если вы думаете, нужно ееGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelgelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelGelG